Добрый день, уважаемые абитуриенты и родители будущих студентов, именно студентов нашего ГГУ. Я приглашаю вас учиться в Институт социально-гуманитарного образования. Институт образован в 2019 году в сентябре месяце. Сложился он из традиционных двух факультетов. Факультета экономики и управления и факультета социально-гуманитарного образования. Сегодня в рамках Института учится порядка 500 человек. И эти ребята занимаются не только у нас на дневной форме, но также имеют возможности показать себя и обучиться на других направлениях на заочной форме подготовки. При этом Институт не исключает, что те направления, а они достаточно многогранны, Институт не исключает и позволяет ребятам учиться на двух профилях и на дневной форме отделения. Это является плюсом нашего Института. Какие же сегодня направления, специальности мы предлагаем? Мы предлагаем 11 направлений подготовки бакалавриата, 8 направлений магистратуры и 2 направления аспирантура. Но мы не стоим на месте. Мы развиваемся и в следующем году, как раз поступая в наш университет, вы увидите, какие новые профили и направления у нас появятся. Но об этом более подробно скажут заведующие кафедры. А я лишь хочу отметить, что сегодня, поступая в Институт, вы получаете диплом гособразца. ВУЗ наш является федеральным. Поэтому мы имеем возможность взаимодействовать напрямую с министерством и предоставлять всю полную информацию о конкурсах, олимпиадах, в которых активно участвуют наши студенты, о тех нововведениях, с которыми мы сталкиваемся, но активно участвуем, взаимодействуем и являемся лидерами в новых проектах. Хочу назвать лишь несколько. Сегодня более половины преподавателей университета активно участвовали в конкурсе и были экспертами «Моя страна, моя Россия». Наши студенты принимают активное участие уже второй год в таком известном чемпионате, как WorldSkills. Первые места в этом году учебном были завоеваны в таком конкурсе, как «Моя законотворческая инициатива». Студенты являются хорошими уже профессионалами, можно сказать, не только на базе 3-4 курса. Они пытаются сформировать в себе гармоничную личность и поэтому развивают не только учебную деятельность, но и стараются проявить себя в спортивной, в социальной деятельности и других направлениях. Наш институт активно принимает участие в волонтерском клубе. Мы участвуем в различных акциях и мероприятиях, помогаем детскому дому-интернату, проводим различные встречи с ветеранами, участвуем во всех мероприятиях, связанных с нашими традиционными датами. Что может подчеркнуть студент, обучаясь в нашем университете? Первое. Базовое высокопрофессиональное образование, потому что преподаватели, которые работают на базе университета, являются известными доцентами, профессорами, кандидатами, докторами наук, которые имеют большой опыт и не только теоретически, но и практически. Естественно, вы можете задать вопрос, где могут обучаться студенты? Об этом также скажут заведующие кафедры, но хочу одно сказать. В зависимости от направлений подготовки, сегодня студенты практически от 70 до 90% востребованы, именно студенты нашего университета, и получают работу при своем желании, умении и старании. Кроме этого, на четвертом курсе, многие из них, проходя практику в заведениях дошкольного типа, в школах, в органах муниципальной власти, в коммерческих организациях, опять же, в зависимости от профиля и видов деятельности, прекрасно себя проявили и востребованы не только выпускниками нашими, которые являются руководителями этих предприятий, но и другими известными организациями. В нашем университете, кроме преподавателей, базовых, штатных преподавателей, работают работодатели по совместительству, а также являются членами госкомиссии, которые также приглашают ребят в будущем, чтобы те пришли к ним непосредственно в их организации. Кроме того, активно мы проводим выездные экскурсии на предприятия. Это является залогом нашего тесного сотрудничества. Например, в этом учебном году мы побывали в Государственной Думе, в Московской областной Думе, в предприятиях Раменского района, Мои документы, Раменский приборостроительный завод и много других организаций, которые приняли наших студентов. Поэтому хочу еще раз отметить, что, будучи студентом, вы проявите себя в полной мере как в учебной, так и в других видах деятельности. Кроме того, по поводу стипендий, что получает студент? Если вы учитесь на бюджетной основе, вы имеете возможность получить стипендию. А кроме этого, получить стипендию от ваших знаний и того, как вы проявили себя в других направлениях деятельности, в науке, в творчестве. Например, студенты, которые учатся по контракту, как и студенты-бюджетники, имеют право получить стипендию от губернатора Московской области, если учатся на отлично и являются активными участниками разных направлений деятельности в нашем университете. Я вас приглашаю на наши Дни открытых дверей. Раду буду лично познакомиться с каждым из вас. И если у вас будут вопросы, вся контактная информация у нас есть на сайте. Вы можете прислать письмо. Мы всегда вам ответим на ваши просьбы и запросы. Рады видеть вас в нашем институте. Всего вам доброго. Успешной сдачи вам везде и поступления в наш Кжельский университет. Продолжение следует...